Приветствую всех! Итак, сейчас я давала вам первые стихи и огонь. Здесь у нас идет овен, лев, стрелец, я об этом не сказала. Далее говорила вода, рак, скорпион, рыба, немножечко отрицательное качество, минусы. Переменчивость настроения, раздражительность. Иногда лень и пессимизм, бесхарактерность, но вот я бы про себя бы это бы не сказала. Так, сейчас, что же я, так подождите, так, вода еще раз это рак, скорпион, рыба были. Давайте сейчас еще более кратко, быстренько. Воздух, весы, водолей, близнецы, сообразительность, веселый, живой характер, разговорчивость, общительность. Вы своего рода семейный переводчик-толкователь. Вы хорошо умеете писать письма, когда приходится это делать, но вообще-то предпочитаете телефоны, не любите поддаваться эмоциям. Предпочитаете холодность, вас зачаровывают планы, парочка из них всегда зреет у вас в голове. Особенность логическая, так, логические, резонные, доводы, объяснения. Вот почему знаки воздуха ассоциируются с мышлением, воображением. Вы живете в мире идей, мыслей, вы любите оперировать логическими аргументами, у вас ясное, четкое мышление в соответствии со своей стихией. Вам следует выбирать друзей и возлюбленных из воздуха и огня. Воздух совместим и с водой, если не боитесь ветра, и землей, если она не против вас. Значит, плюсы. Здравый смысл, объективность, чувство коллективизма. Готовность помочь. Минусы упрямства, самоуверенность. Продолжение следует.